Доброго времени суток, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале о рукоделии с Верочкой Татариновой. Я сегодня вышла, так сказать, в неочередной влог. Маленькое, такое коротенькое видео, чтобы вам рассказать о том, что прошел мой розыгрыш по куколке-розочке, что выявлен главный победитель Ольга Иванова из города Самара. Она выиграла первый приз куколку-розочку. И сейчас она мне прислала свое видеообращение по тому, как она получила эту куколку. Она ее распаковала и была в восторге. Мне это очень было приятно. Ее слова тронули меня до глубины души. Мне это было очень приятно. И хотела поделиться этим роликом с вами, с моими дорогими друзьями и подписчиками. Конечно, это я сделала с разрешения Ольги Ивановой. Она сама мне сказала о том, чтобы я выложила этот ролик в YouTube и попросила, чтобы я показала ее работы, что этот человек тоже творческий, что она много игрушечек вяжет. Может также для вас связать на заказ любую игрушечку. И если вы хотите обратиться к ней, чтобы она это сделала заказ, вы можете это сделать через меня, через мой канал, в комментариях написать. Я вам дам ее конкретно ссылку на ее соцсеть в Одноклассниках и ВКонтакте. И, возможно, в WhatsApp. Так что, смотрите, мне очень приятно. Я даже прослезилась. Настолько было приятно. Добрые слова. Я очень рада, что моя куколка находится в таком замечательном городе, как город Самара. С этим городом у меня немножко связано в моей жизни. В этом городе жил мой крестный. Моей мамы, родной брат, мой крестный. Правда, нет его уже в живых. Его сына тоже нет в живых. Ну, возможно, какая-нибудь племянница там осталась. Но связи, конечно, жалко нет с этими людьми. Вот. И в этом городе, конечно же, я была. Я видела этот город Самару. Есть... Плавала, да, на катере по Волге. Метеор называется катер-метеор. Мы плавали с Ульяновска в Самару. И с Самар в Ульяновск. На то время моя сестра жила в Ульяновске. Мне тогда было лет 15. Вот, трудом. Вот. И тем не менее, вот эта Волга, этот город оставили во мне незгладимые впечатления. То есть, до сих пор я помню это как вчера. Поэтому я очень рада, что моя куколка находится в таком прекрасном городе. И в таких прекрасных золотых ручках, как у Ольи Ивановой. Я с вами прощаюсь ненадолго. И хочу, чтобы вы просто посмотрели это видео. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я из Самары. Мне 49 лет. И я выиграла главный приз. Розочку. Это была первая лотерейка в моей жизни. Я даже не рассчитывала, что я что-то выиграю. Просто захотелось поучаствовать. Ну, так получилось, что Розочка приехала ко мне. Я ее очень люблю. Очень мне понравилось. Для меня очень ценно то, что она от вас. От создателя. От ее. От автора. Можно разглядеть и каждую петелечку. И все вот пощупать. Буду вязать тоже. И Розочку. В планах у меня Розочку. По вашим МК. Анечку, Ванечку обязательно буду вязать. Светлану. Зайку, Захарку обязательно буду вязать. И еще подумаю. Куклу Дашу или Стешу. А может быть и обоих. Вот. Весной. Где-то к лету планирую купить ваши мастер-классы на Деда Мороза и Снегурочку. За лето подготовить весь материал для них. И осенью начать вязать их. Чтобы к следующему году тогда уже сделать. Потому что к этому не успею. Игрушками я тоже начала заниматься вязать. Не помню в каком году. Но вот тогда перед годом мыши. А начиналось все с того, что я связала малюсенькую мышку для кошки играться. Принесла показать на работу и начались заказы. Я стала потом пробовать другие игрушки вязать. И немножко так пошло. Сейчас вот, к сожалению, все игрушки на работе лежат. Дома нету. Принесла розочка. Ожидалось, что 6-го числа. Но пришла 5-го. Упаковано все хорошо. Я ее уже распаковала. Но фотографии, когда распаковывала... Есть, вышлю вам эти фотографии. Вот, так, еще что. Пока распаковывала, руки дрожали маникюрными ножницами. Все аккуратненько, чтобы, не дай бог, не повредить. Вот, еще мы с розочкой договорились, что в этом наряде она будет на повседневном. А в праздничные дни она будет наряжаться. Одевать красивое все. Вот. Никуда розочка от меня никогда ни за что. Хотя уже было такое, спрашивали, за сколько продаж. Я сказала, что нет. Розочка только моя бесценная. Если только повтор я сделаю. А розочка нет. Мы с ней будем ждать, когда у нас появится внучка. Как только сын мне подарит внучку, вот ей разрешу поиграться. Больше никому. Даже не знаю, что еще сказать. Первый раз все это и видео, и все. Стесняюсь. Большое вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.